Министр Шойгу Мы видим так много случаев, когда они идут с протянутой рукой в каждый уголок бывшего Советского Союза, чтобы найти боеприпасы. Просто представьте себе разрушительный удар, потому что осталось от Черноморского флота. Я имею в виду, что он будет полностью уничтожен, с очень низким риском для нас. Но есть и другие вещи, которые можно было бы сделать. Поскольку Кремль знает об этом, и потому что откровенное использование тактического ядерного оружия внутри Украины и на самом деле не дает им значительного преимущества на поле боя, я думаю, что это маловероятно. Привет, друзья! С вами Александр Кушнарь на NewsCenter. Сегодня, 19 сентября, я рад представить вам наш специальный выпуск, интервью, который провел наш американский коллега Юрий Рашкин с одним из самых именитых военно-политических экспертов США Беном Ходжесом, ранее командовавшим сухопутными силами США в Европе, а ныне известным как человек, который не ошибся ни в одном из своих прогнозов относительно хода военного конфликта, развязанного Россией против Украины. Ходжес рассказал, почему он уверен в том, что Украина победит, что Кремль не применит в этой войне ядерного оружия, и что для Путина начались действительно тяжелые дни. Об этом и многом другом вы узнаете из этой большой 40-минутной беседы с переводом на русский язык, который Юрий Рашкин вместе с американским профессором Игорем Айзенбергом подготовили специально для вас и любезно предоставили нашему каналу возможность опубликовать это видео здесь, чтобы как можно больше людей услышало ту важную аналитику, которую излагает Бен Ходжес. Всем привет! Вы слушаете Рашкин Репорт, а меня зовут Юрий Рашкин. И я очень рад, что вы сегодня здесь с нами, потому что мы действительно предоставляем очень уникальную возможность услышать очень важный голос тем людям, которые, возможно, не смогут услышать его непосредственно где-либо еще. Как эхо, вроде, скажем, коротких всплесков Твиттера. Итак, с нами бывший, командующий вооруженными силами США в Европе, а ныне старший советник Human Rights First, некоммерческая и непартийная международная организация, базирующаяся в Нью-Йорке, Вашингтоне, округ Колумбия и Лос-Анджелесе, старший консультант НАТО по логистике, который консультирует несколько компаний в Европе, а также автор книги «Война будущего и обороны Европы», генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Добро пожаловать! Хорошо, большое спасибо, рад быть здесь с вами. Это очень уникальная ситуация, потому что я снова рад возможности поделиться с вами вопросами, которые мы получили от людей, которые очень заинтересованы в том, что вы хотите сказать, которые живут в Украине и в России. И, о боже, вы популярный человек, поздравляем! Итак, я начну у вас с чего. Ваша недавняя статья в Daily Telegraph. Вы сказали, что Запад должен быть готов к распаду России. Вопрос в том, как именно Западу следует подготовиться к возможному распаду России? Какие конкретные меры следует предпринять? Что ж, это важный вопрос. Очевидно, что первое, о чем думает большинство людей, когда они рассматривают эту возможность, это все тысячи ядерных боеголовок, которые существуют, а также другие огромные количества вооружений. Кто будет их контролировать? Что будет с ними? Поэтому я думаю, что соответствующие структуры будут думать о том, что они могут с этим сделать. И знаете, я хочу подчеркнуть, что я не призываю к распаду Российской Федерации и не пытаюсь ускорить ее распад. Но я думаю, нам нужно четко понимать, что возможность этого существует, потому что мы не были готовы к распаду Советского Союза 30 лет назад. Это произошло довольно быстро, и я думаю, что мы могли бы быть умнее, что через 3, 4, 5 лет молодые люди имели наилучшие возможности для образования и восстановления своей жизни, что можно свести к минимуму количество насилия, которое может произойти, поскольку такие места, как Чечня, например, могут решить, что это шанс для них. Нужно думать, как свести к минимуму такого рода насилия. И, конечно же, придется иметь дело с огромной энергетической инфраструктурой. Так что Россия, российское государство, по-прежнему будет ее контролировать. Она должна контролировать большую часть всего этого, как я себе представляю. Итак, просто подумайте о последствиях для России, и, конечно, каждое международное агентство должно подумать, каковы будут последствия. Вы думаете, едва ли не категориями гуманитарной катастрофы, которая может последовать? Ну, я думаю, что распад, если он произойдет. Я могу представить себе определенные районы этнических регионов, например, находящиеся подальше от Москвы и Санкт-Петербурга, которые увидят для себя возможности, и поэтому может быть насилие, связанное с этим. Я не знаю. Но также я могу представить множество беженцев, которые попытаются уйти от того, что может произойти. Этого не должно быть. Я не хочу, чтобы это было так, но я просто пытаюсь все обдумать. Будем ли мы готовы? И я знаю прямо сейчас, большинство людей даже представить себе не могут, что это возможно. Но вы знаете, я должен вам сказать, что я был удивлен, когда распался Советский Союз. А как насчет дипломатических последствий, например, должны ли все, скажем, новообразованные государства быть или не должны быть признаны международным сообществом? Это важная часть. Это отличный вопрос. Помните, при распаде бывшей Югославской республики, Югославии, я имею в виду, было много споров, и они идут до сих пор, а также было много насилия, споров о том, признавать или не признавать. Вы можете посмотреть на распад бывшей Югославии. Для каждого из этих государств, Хорватии, Сербии, Боснии, Косово, Словении и так далее, независимо от того, признали их или нет. Так что это будет одним из следствий того, как это происходит. И, конечно же, будут разные взгляды на это. Как вы считаете, что было бы лучше для национальной обороны Соединенных Штатов? Что лучше для Соединенных Штатов или Запада? Чтобы Россия оставалась единым целым? Или чтобы она превратилась в несколько субъектов? Как мы на это смотрим? Да, знаете что? Я не знаю. Я уверен, что позиция правительства будет заключаться в том, что это зависит от народа Российской Федерации, России, смотрите, принимать такого рода решения. Я не могу представить, чтобы кто-либо из официальных лиц когда-либо говорил, мы бы хотели, что это произошло, или что-то в этом роде. Чего мы хотим? Это, конечно же, мир. Мы хотим, чтобы их страсти жили в собственных границах и позволяли людям на их периферии принимать свои собственные суверенные решения. Так что я думаю, что это позиция нашего правительства сейчас, и она будет продолжать оставаться такой. Но я думаю, что люди ответственные за анализ возможностей. Конечно, хотели бы, чтобы любой переход был как можно более мирным. Насколько это возможно? У вас есть мысли, насколько кусков может распасться Россия? Как вы думаете, это будет пара больших кусков или много маленьких? И может ли это быть выходом из санкций для некоторых из этих территорий? Как если бы Татарстан больше не был в составе России? Были бы они все еще под санкциями? Это еще один отличный вопрос. Я полагаю, что будут региональные силы, которые рассматривают для себя возможности. И, конечно, если бы кто-то в одном из этих регионов, лидер в одном из этих регионов подумал, что они могут выйти из-под санкций, я бы наверняка представил, что они подадут заявку на это. Спасибо вам. Есть какие-нибудь мысли о том, сколько времени, по вашему мнению, осталось до того, как Российская империя рухнет и как может закончить Путин? Вы знаете, президент РФ только что закончил ужасную неделю. Я имею в виду, что Первая гвардейская танковая армия была уничтожена. Он проиграл голосование в Генеральной ассамблее ООН, где Россия надеялась помешать президенту Зеленскому выступить с помощью видео перед Генассамблеей ООН. Вы знаете, и ваши слушатели, вероятно, знают, что одним из правил ежегодного обращения главы правительства Генеральной ассамблеи, он должен присутствовать там лично. Очевидно, что президенту Зеленскому это сложно. Поэтому они попросили сделать это по видеосвязи. Россия, как захотел Кремль, призвала провести голосование по этому поводу. И 101 голосом против 7 президенту Зеленскому разрешили выступить перед Генассамблеей ООН по видеосвязи. Это сокрушительное поражение с точки зрения голосования в ООН. И что интересно, Индия была в сотне, была одной из 101 стран, проголосовавших за, а Китай воздержался. Дальше. У вас есть то, что нельзя описать иначе, как унижение президента Российской Федерации, когда он оставлен в одиночестве или вынужден ждать других глав государств во время встреч в Самарканде, приехавших туда на прошлой неделе. Затем. У вас есть разоблачающие видео главы группы Вагнера, вербующего заключенных на войну в Украине. А затем в тот же день или на следующий день у вас есть эксгумация тел более чем 400 украинцев, которые были убиты. И на этой неделе выходит что-то показательное для такого аутсайдера, как я. Я вижу гнев на российском телевидении в Москве. Взаимное обвинение в том, кто несет ответственность за эту катастрофу и является ли она катастрофой. Ага. И у вас тут тут же колесо обозрения в Москве ломается в первый же день. Я имею в виду, это почти метафора того, что происходит с режимом прямо сейчас. Что ж, давайте продолжим и перейдем ко второй части тех мнений, о которых я хотел бы получить от вас, генерал Ходжес. Что вы думаете о подходе президента Байдена к глобальной политике? Как вы думаете, можно ли было что-то сделать, чтобы избежать войны? Я имею в виду продолжение, большую, открытую войну, которая, как мы видели, началась с 24 февраля. Да, можно было, если бы Соединенные Штаты и наши союзники действовали более решительно после того, как Россия вторглась в Грузию в 2008 году, если бы мы держались красной линией угрозы Сирии, применившей химическое оружие, и если бы мы отреагировали более решительно после вторжения России в Крым в 2014 году. Но Запад практически ничего не сделал. Я имею в виду ничего серьезного после этих трех вещей. Я думаю, что в Кремле, наверное, предполагали, что мы больше не будем действовать, что они смогут сделать то, что хотят. И мы бы не пытались остановить это, или во всяком случае не пытались каким-либо значимым образом. Так что, да, в этом отношении мы могли бы сделать больше. Но решение российских сил Кремля начать это, их последнее наступление 24 февраля, это, конечно, 100% ответственность Кремля. Юрий, я думаю, Кремль допустил четыре стратегических просчета. Во-первых, они были уверены, что у них есть силовое преимущество, превосходящие силы, что они смогут отбросить украинские силы почти как в Будапеште или в Праге во времена Холодной войны. Я думаю, что это действительно было их ожидание, и, кстати, я тоже переоценил возможности силы Российской Федерации. Я думал, что они будут действовать намного лучше. Я был уверен, что украинцы справятся, но я не знал, что русские войска будут настолько неподготовленными к этой войне, как они это продемонстрировали, но это был первый большой просчет. Второй просчет связан с тем, что вы только что спросили. Кремль был уверен, что они смогут изолировать Украину от какой-либо поддержки третьих сторон, что мы не будем на самом деле помогать, что немцы не откажутся получать газ через Северный поток-2 и включат его, что мы не сможем ввести санкции и что мы действительно не будем держаться все вместе, что мы не будем делать все вместе и все так, как это было сделано. Так что это был их просчет, отчасти вызванный тем, что в прошлом мы продемонстрировали, что не будем всего этого делать. Третий просчет, конечно же, заключался в том, что Кремль думал тогда, что они не только уничтожат Украину как страну, но даже идеи Украины как страны, которую они потом разорвут, что альянс НАТО не смог бы держаться вместе, страны начали бы от него отслаиваться, типа «мы тут ни при чем». И, наконец, последний просчет заключался в том, что их игра стоит любой боли. Они на самом деле не верили, что мы сможем ввести санкции, которые мы ввели, и что завоевание Украины стоит чего угодно, что бы ни случилось. Итак, четыре больших просчета. По крайней мере, два из этих четырех связаны с тем, что в прошлом мы не действовали твердо и не дали понять, что российская агрессия недопустима. Есть ли момент, когда, по вашему мнению, демократический мир решит вмешаться, чтобы защитить гражданских лиц, которые страдают? Ведь это кризис на многих уровнях. Как долго мы можем смотреть и не делать больше, чем мы делаем? Да, это такой важный момент. Хотя я думаю, что администрация проделала очень хорошую работу почти во всех аспектах этой войны. Но я думаю, что администрация преувеличила или переоценила риск эскалации Кремля, и поэтому они ограничили себя в определенных действиях. Я думаю, что не будь такой переоценки, это не только привело бы к более быстрому завершению этой войны, которую украинцы в конечном итоге выиграют, но мы могли бы делать вещи, которые обеспечили бы лучшую защиту невинных людей, которых убивают в городах, вооружение с большей дальностью поражения, самолеты, противоракетную оборону. Вместо этого мы словно идем по лестнице, по ступенькам, которые нужно преодолеть от ступеньки давать стингер или нет, если вы можете поверить. Шесть месяцев назад до сегодняшнего дня, когда мы думаем, давать ли ракету больше дальности, ракету Атакамс с дальностью 300 километров, которая может быть выпущена из Одессы и ударить по Севастополю, это будет иметь реальные последствия, но мы по-прежнему этого не сделали. Я также хотел бы, чтобы президент не говорил, если вы помните то, что он сказал, что бы ни случилось, никаких американских сапог на поле боя. Я имею в виду, что даже если вы никогда не собирались посылать американских солдат, зачем вы телеграфируете это с самого начала, что мы никогда не собираемся посылать туда войска. Я имею в виду, что не нужно все время говорить Кремлю, чего мы не хотим делать, и что акцент на том, что мы просто защищаем каждый дюйм территории НАТО, по сути, говорит о том, что мы не будем делать ничего больше, и поэтому я думаю, что это несколько ободрило Кремль. Хорошо. Я напомню, что вы слушаете и смотрите Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. Мой гость генерал Бен Ходжес, и мы обсуждаем здесь ситуацию в Украине и ситуацию в Соединенных Штатах, если мы успеем. И это интересно, потому что мы получили много вопросов. Они все на русском языке, потому что обычно этот канал вещает на этом языке, и в первую очередь люди просто хотели выразить свою благодарность и признательность за всю помощь, которую Украина получила до сих пор, а также благодарность американским военным и всем, кто оказывал помощь. И тогда следующий вопрос. Можете ли вы попросить томогавки? Можете ли вы попросить больше оружия? Есть советское оружие на сохранении в Колбасно, в Молдове. Есть разные способы вооружить. Вооружить и еще раз вооружить украинскую армию. Как вы это видите? И также, вы подписали так называемое письмо 20, вы являетесь одним из подписантов. И у нас есть вопрос, как вы чувствуете, какое влияние это оказало, так насколько больше и насколько быстрее мы сможем вооружить Украину? Как вы это чувствуете? Что касается этого гигантского склада боеприпасов в Молдове, я думаю, что на самом деле в Приднестровье. Почти ни один из этих видов боеприпасов нельзя использовать. Они очень беспокоятся там в Молдове, кстати, что если эта штука взорвется, это будет хуже, чем взрыв в Бейруте, потому что эти боеприпасы такие старые, и они не хранятся должным образом. И это катастрофа, ожидающая своего часа. Поэтому там нет боеприпасов, которые могли бы использоваться украинскими силами. Но посмотрите, я думаю, как это должно бы быть. Суть заключается в том, что администрация вместе с нашими союзниками должна говорить, что мы стремимся к победе Украины, а не к тому, что мы хотим, чтобы Россия проиграла, или мы хотим территориальной целостности Украины, они должны говорить, что мы хотим, чтобы Украина победила. А победа означает поражение российских войск на поле битвы в Черном море и в воздухе и привести к возвращению всей суверенной территории Украины. Нужно четко заявить, что это желаемый результат. И поэтому мы собираемся сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину в состоянии сделать это. Потому что речь идет о гораздо большем, чем просто Украина. Теперь, когда дело доходит до просьбы об оружии, я имею в виду, что каждый день я вижу тысячи вопросов в твиттерах и статьях о том, почему мы не получаем эти леопарды, почему мы не можем получить эти томогавки, почему мы не можем получить эти А-10 и так далее и тому подобное. И действительно, самый эффективный способ сделать это — поговорить о возможностях, какие возможности нужны для достижения победы. И когда вы говорите о возможностях, вы говорите о дальнобойном высокоточном огне, нескончаемом потоке боеприпасов, противоракетной обороне для защиты гражданских лиц и инфраструктуры и способности убедиться, что ни один российский корабль не приблизится достаточно близко, чтобы причинить вред любому украинцу. Так что, говорите о возможностях. А затем журналисты должны говорить, когда Белый дом или Берлин или Лондон или кто-нибудь еще говорит, «Эй, мы объявили об еще одном пакете на 2 миллиарда». Хорошо, большое вам спасибо, однако, единственная метрика, которая имеет значение, это какой процент это составляет от того, что необходимо для победы. Я имею в виду, что вы могли бы поставить символ доллара или символ евро рядом с числом, который кто-то вычислил бы и сказал, «Хорошо, чтобы выиграть, мы проделали математическую работу и поэтому сегодня мы рады объявить, что мы, скажем, достигли отметки в 70% всех согласованных возможностей, необходимых для победы Украины и теперь мы все еще работаем над оставшимися 30%». Иначе говоря, откровенно говоря, неуместно говорить еще о 2 миллиардах, потому что 2 миллиарда по сравнению с тем, что требуется, извините, что продолжаю об этом, но это то, что делают логисты. Кстати, логисты, мои логисты сказали бы, «Сэр, мы доставили 10 тысяч галлонов топлива», а я бы сказал, «Ну, здорово, но мне нужно 50 тысяч». Так что вы знаете, что большое-большое число не имеет значения, если вы не поместите его в контекст требования. Это превосходный ответ, и мне кажется, что окончательное число просто слишком велико, и мы предпочли бы просто не сообщать его публике. А как насчет американской национальной обороны? Ставит ли это под угрозу что-либо, что имеет отношение к нам? На самом деле нет. Это помогает нам. По двум причинам. Россия – это экзистенциальная угроза для всех нас. Из-за их ядерного оружия, из-за их поведения, из-за их выдвигаемых одна за другой претензий и высокомерности Кремля. Они представляют угрозу для всех нас. Итак, что делает Украина? На самом деле, они защищают Европу, они защищают всех нас, и поэтому в наших интересах, чтобы они добились успеха, чтобы они победили. Не имеет значения, запускаются ли ракеты «Хаймарс» украинским экипажем или американским экипажем. Запуск все равно достигает нужного эффекта. Но это также помогает нам, Юрий, потому что все это нас разбудило. Вы понимаете, что за последние полгода было израсховано больше артиллерийских боеприпасов, чем мы потратили за последние 20 лет в Ираке и Афганистане. Так что теперь, да, да, конечно, мы вытаскиваем наши собственные боеприпасы и оборудование со складов и здесь, и в Германии, и снова здесь, в Штатах, в Великобритании делает это, другие страны, НАТО делают это. И поэтому теперь мы должны проснуться и сказать, ух ты, а мы ведь должны производить больше ракет. А есть только единственное место, где производят ракеты для Хаймарс. Так что я имею в виду, что нам нужно снова запустить промышленную базу. Вот почему я, кстати, думаю, что Китай не очень доволен Кремлем. Потому что китайцы предпочли бы, чтобы мы все еще как бы во сне двигались вперед. Вы знаете, буквально на днях заместитель главы ЦРУ сказал, что президент Си сказал своим ребятам, что мне нужно, чтобы мы были готовы напасть на Тайвань к 2027 году. Это будет через 5 лет. Вот когда они думают, что они будут готовы. Но это не значит, что это произойдет. Но надо организовываться. И теперь, если наша промышленная база и наше Министерство обороны сейчас работает над восстановлением запасов боеприпасов и возможностей, а также над укреплением сплоченности Альянса, но это происходит сейчас, а не через 3 года, когда это похоже на то, что, о, черт возьми, ты знаешь, что китайцы представляют реальную угрозу. Так что я понимаю, почему некоторые люди сейчас обеспокоены тем, что мы не можем раздать все Хаймарс, мы не можем использовать все-все ракеты. Но, на мой взгляд, это положительный момент. Экзистенциальные угрозы это довольно сильный термин по сравнению с термином государства, поддерживающие терроризм, что является предметом другого вопроса. Например, какова реальная причина того, что Россия до сих пор не объявлена государством, поддерживающим терроризм. Но экзистенциальные угрозы заставляют меня думать о Китае. Делаем ли мы пример из России, чтобы Китай сэкономил нам деньги? И действительно, в какой степени Китай вовлечен в контроль над Кремлем? Потому что вы знаете, что люди в России всегда ищут какую-то скрытую руку за кулисами, которая контролирует все. Является ли председатель СИ тем, кто играет на кремлевских струнах? Как вы видите эту динамику? Что ж, я думаю, что Китай очень внимательно следит за тем, могут ли Соединенные Штаты вместе со всеми нашими союзниками остановить Россию, прекратить то, что она делает с Украиной. Сможем ли мы на самом деле остановить Россию, если мы не сможем выдержать экономическое давление, которое оказывают европейские страны, в частности, из-за потери энергоресурсов, которые раньше они получали из России? Если мы не сможем держаться вместе, чтобы победить и помочь Украине победить Россию, то я не думаю, что китайцы будут слишком впечатлены тем, что мы говорим о Тайване или Южно-Китайском море. Поэтому есть элемент стратегического сдерживания, о котором мы должны думать, как об одной из причин, по которой мы поддерживаем Украину и хотим, чтобы Украина была успешной. И это одна из его частей. Что касается отношений между Китаем и Россией, это очень хороший вопрос, на который я не могу ответить полностью, но мне ясно, что Россия является младшим партнером в этих отношениях, а президент Си это тот, у кого есть все рычаги воздействия. Я думал, что на прошлой неделе китайцы немного поставили президента Путина на место. Я имею в виду, когда президент Путин говорит президенту УСИ, спасибо, я понимаю вашу обеспокоенность тем, что мы делаем. Я имею в виду, что он почти присмыкался. Это не то, что мы привыкли слышать от Кремля. И я почти уверен, я, конечно, не могу этого подтвердить, но я почти уверен, что хотя Китай счастлив получать газ и нефть из России по очень низкой цене, они не собираются посылать много материальной помощи русским, потому что они также не хотят попасть под санкции Соединенных Штатов. Поэтому я не думаю, что Россия может рассчитывать на Китай на данный момент. Но также русские должны быть и беспокоены, потому что они не могут защитить всю свою границу, которая есть у них с Китаем. И тем, что китайцы, вероятно, думают, у нас могут быть возможности вернуть утраченную территорию. Так много вопросов и так мало времени. Тем не менее, насчет этого определения государства спонсора терроризма. Как вы думаете, может в какой-то момент госсекретарь Блинкен подумать, что это хорошая идея, даже учитывая, что это не ваша область, но если у вас какие-либо мысли об этом, без сомнения, Россия является террористом, а Кремль является террористической организацией. В этом нет никаких сомнений. Я имею в виду, что они используют убийство в качестве рычага воздействия, и они использовали все виды инструментов дезинформации, энергию, коррупцию для достижения своих целей. Я имею в виду, что это то, что делают террористические организации. Они полностью выходят за рамки международного права во многих вещах. Я могу только представить, что Соединенные Штаты разговаривают с нашими союзниками, и я бы сказал следующее, в том, что касается госсекретаря Блинкина, надеюсь, что кто-то строит ему памятник при жизни прямо сейчас. Он проделал мастерскую работу по консультациям с союзниками, лучше, чем когда-либо проделывал любой другой госсекретарь в течение моей профессиональной жизни. Обычно мы разговариваем союзниками, а секретарь Блинкин консультировался с союзниками, как и наш президент. Я думаю, что вопрос, который вы задали, обсуждается со странами-союзниками, настолько ли это полезно. Я имею в виду, что это было бы хорошо, но действительно ли это полезно. И, конечно, были бы там юридические аспекты этого, что по закону должны были бы превзойти вещи, которые могут повлиять на другие страны или иметь непредвиденные последствия. Так что это все, что я могу предложить по этому поводу. Да, конечно, это террористическое государство, но формальное обозначение этого может в конечном итоге на самом деле и не помочь. Итак, разговор не будет полным, если мы не коснемся угрозы, которую представляет Россия и ее ядерный арсенал. Мы видим, что администрация Байдена делала вещи, чтобы, как вы знаете, предотвратить начало Третьей мировой войны. Но теперь Путин, как вы знаете, объявляет на третий день войны, что ставит ядерное оружие в состоянии готовности, и теперь он его не использует. Но, может быть, он сделает что-то ужасное в Запорожье. Но, помимо этого, не переоцениваем ли мы российскую ядерную угрозу? Может быть, мы должны дать Украине, как спрашивает один из зрителей, какой-то небольшой ядерный потенциал. Как вы видите роль ядерного оружия в том, что происходит? Я думаю, что вы правильно сказали, что мы переоценили риск использования Кремлем тактического ядерного оружия. Конечно, у них есть тысячи единиц оружия, которое им все равно, сколько людей может на самом деле погибнуть, даже среди их собственного народа. Но я думаю, они понимают, что если бы они использовали тактическое ядерное оружие на территории Украины, Соединенные Штаты не могли бы не отреагировать на это. США должны были бы каким-то образом отреагировать, потому что Китай наблюдает, Иран наблюдает, Северная Корея наблюдает, и если США не отреагируют на использование России ядерного оружия, тогда у нас будут, я думаю, серьезные проблемы с теми странами, которые думают, что им, вероятно, может сойти с рук использование ядерного оружия в каком-то ограниченном виде. Поэтому, я думаю, и, конечно, мы все видели президента Байдена в интервью программе «60 минут». только что в эти выходные, в тот вечер, где он сказал, я думаю, что он ясно дал понять, что для России будут последствия, если они допустят ужасный просчет и решат использовать ядерное оружие. Теперь ответ на «не обязательно должен быть ядерным ответом». Но я подозреваю, что Пентагон составил список вариантов для президента, охватывающий весь спектр возможностей, и я ожидаю, что президент обсудит это, по крайней мере, с некоторыми его коллегами, потому что, очевидно, будут опасения со стороны Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и других стран, особенно тех, которые ближе всего к региону, стран Черного и Балтийского морей, а также с президентом Зеленским. Но я думаю, что Кремль знает об этом. Они знают. Просто представьте себе разрушительный удар по тому, что осталось от Черноморского флота. Я имею в виду, что он будет полностью уничтожен с очень низким риском для нас. Вот такого эффекта можно было бы достичь. Но есть и другие вещи, которые можно было бы сделать. Поскольку Кремль знает об этом, и потому что откровенное использование тактического ядерного оружия внутри Украины на самом деле не дает им значительного преимущества на поле боя, я думаю, что это маловероятно. Путин злой, но я не думаю, что они сумасшедшие. И я не думаю, что люди вокруг него хотят сорваться с обрыва, чтобы иметь дело с последствиями того, что будет после. Поэтому я думаю, что это маловероятно. И что то ядерное оружие, которое у них есть, на самом деле более эффективно, если они его не используют. Потому что мы продолжаем сдерживать себя, потому что мы обеспокоены этим. Генерал, я знаю, что у нас есть ограничения по времени, но у вас есть время еще на пару вопросов или вам пора идти? Нет, я могу ответить еще на пару вопросов. Отлично. Каким вы видите состояние российской армии на данный момент? И что вы ожидаете от начальника Генштаба России, их генералов? Что они придумают дальше? И чем это грозит украинской армии? Ну, я должен сказать, что я удивлен, что министр Шойгу и генерал Герасимов все еще на своих должностях. Я имею в виду, что это была катастрофа для российских войск. Вот я уже говорил ранее, я полностью переоценил их возможности. Я многому научился за последние шесть месяцев. Вы знаете, там столько коррупции. Я знал, что там обнаружится коррупция, но я не думал, что она будет настолько всеобъемлющей, что все ядро российской армии вовлечено в нее. Но они все же все еще на своих местах. Может быть, потому что они очень лояльны, или потому что президенту Путина нужен такой старик, как Герасимов, чтобы обеспечить некоторую стабильность. Я также думаю, что система тылового обеспечения российских сил истощена полностью и сломана. Она не была предназначена для того, чтобы делать то, что она должна делать. Поддерживать долгосрочные наземные операции за пределами России, что требует огромного количества транспорта и целой структуры, чтобы предвидеть, что нужно, и доставить это. И мы видим так много случаев, когда они идут с протянутой рукой в каждый уголок бывшего Советского Союза, чтобы найти боеприпасы. Они вытаскивают танки примерно моего возраста с хранения. Посмотрите на Соединенные Штаты. Мы тратим кучу денег, оборудование, которое помещается на хранение, но так, чтобы убедиться, что мы можем его использовать. Я имею в виду, что это, конечно, не то же самое, что брать арендованные автомобили с парковки. Есть вещи, которые нуждаются для хранения в средствах климат-контроля. Нужно быть убежденными, что аккумуляторы в порядке, изоляция не засохла. Все эти различные вещи, которые не происходили с техникой сил Российской Федерации. Конечно, украинцы проделали превосходную работу, используя дальний прицельный огонь, чтобы уничтожить или, по крайней мере, ухудшить российскую систему материально-технического снабжения. Почти каждый второй день вы можете найти новые видео о том, как большой склад боеприпасов превращается в дым. И, конечно, это означает, что русским не нужно было перемещать боеприпасы дальше, что означает, что грузовикам сложнее, грузовикам приходится проезжать дальше, и они потеряли уже более тысячи грузовиков за эти полгода. И мы видим положительный эффект от этого и сокращение количества русских артиллерийских ударов, которые происходят, хотя они все еще ужасны, но не так сильны, как были. И, наконец, санкции наносят ущерб их логистической системе. Они не могут заменить высокоточное оружие, потому что они больше не могут импортировать компоненты, которые были необходимы. Вы знаете, что знаменитый Искандер примерно на 85% состоит из нероссийских компонентов, поэтому они не могут заменить эти вещи. И в результате, я должен сказать, вы видите почти жалкие видео с русскими солдатами, которые были захвачены в плен. Я имею в виду, что ими явно плохо руководят, они плохо снабжаются, они не хотят быть там, у них нет желания воевать. Вы не увидите ничего подобного у российских войск из того, какими мы видели украинцев под Мариуполем, и это точно. Генерал, вы упомянули ранее, что может быть особо большое число, что трудно судить о значении американской помощи, потому что мы не знаем общего количества, которое мы собираемся предоставить. Какова ваша оценка общего числа, которое мы можем получить? Или, может быть, вы можете каким-то образом сказать, какой процент, оказанный на сегодня помощь в 15 миллиардов или около того, из того, что было дано, какой процент это составляет от необходимого ожидаемого вами числа? Ну, это всего лишь предположение, но мы, вероятно, предоставили чуть больше половины того, что будет необходимо. И это не только США. Я имею в виду, что другие страны также несут ответственность за то, чтобы иметь возможность оказывать поддержку с точки зрения общего вклада. Вещи, которые действительно нужны сейчас, это все больше, больше и больше этих высокоточных ракет большой дальности, систем защиты от баллистических ракет, противокорабельных ракет, а они дорогие. И даже несмотря на то, что российская Амери, так сказать, пожертвовала более ста действительно хороших танков за последние 10 дней украинской армии, бросив их на поле боя, я думаю, что есть потребность в танках западного стиля, такие как танки Леопард или М1 Абрамс. И все обучение, которое связано с этим, это дорого. Поэтому, вероятно, находимся в диапазоне 55-60% от того, что я в конечном итоге считаю должно быть предоставлено для победы. Теперь, это немного сложнее, потому что Соединенные Штаты и некоторые другие уже делают некоторые инвестиции в долгосрочной перспективе, способность Украины защищать себя. Нужно думать о жизни после того, как последний российский солдат покинет Крым. Так что, это тоже издержки. И в Соединенных Штатах на самом деле есть законопроект, выдвинутый сенаторами Шахин и Ромни, который требует от правительства разработки стратегии, комплексной стратегии для региона Черного моря. Вы знаете, мы всегда говорим об украинцах, как будто они находятся на острове. Но это очень важно, потому что это там, где они на самом деле находятся на карте. И я полагаю, что часть этой стратегии будут включать гораздо более активное военное сотрудничество США и Украины, создание своего рода структуры для долгосрочной модернизации, обучения, консультирования армии, ВМС, ВВС, спецназа. Все это также будет стоить дорого. Генерал Ходжес, не проще ли было бы принять Украину в НАТО в этот момент? О, я бы сделал это завтра. И прямо сейчас они, вероятно, находятся в тройке лучших, действительно, очень хороших армий. Они бы сразу были бы в тройке лучших, действительно, хороших армий в НАТО, если бы они присоединились завтра. Что ж, генерал Ходжес, для меня было настоящим удовольствием и честь увидеть вас в качестве гостя «Рашкин Репорт». Большое вам спасибо за уделенное нам время. А теперь пришло время нам приступить к работе, переводя это для аудитории, русскоязычной аудитории во всем мире. Спасибо вам за службу и надеюсь, мы встречаемся не в последний раз. Слава Украине! Харон слава! Спасибо, друзья! Подписывайтесь на каналы Юрия Рашкина, Рашкин Репорт и наш канал Ньюсейдер, если еще этого не сделали. Поддерживайте украинскую армию, а также при желании наши каналы через те ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео и, я уверен, также есть в описании к видеоматериалам у Юрия Рашкина. Спасибо всем, кто помогает нам. Благодаря вашей поддержке мы можем делать такие материалы, повышать их качество и увеличивать количество. Мира и здоровья вам! До скорого! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...